так давай сыграем наверное можно возьми меня на луну про миноре да нет значит я играю а ты играешь тему сейчас да временной и начнем с четырех тактов вступления поскольку я аккомпаниатора ты солист вот я начну вступление и тебе показываю когда начинается тема и и и и и и Да, ну, в принципе, вы можете даже аплодировать, потому что мы стараемся, вот, тем более, что это все рождается, видите, нот нет, ноты-то мы знаем, но мы сейчас будем играть все без ноты. Теперь мы меняемся местами, ты играешь в вступление и показываешь мне, когда я начинаю соло. И обратите внимание, у меня один стиль аккомпанемента, я играл в такой манере, ну, страйдерской немножко такая, походка спокойно. Что будет играть Саша, я не знаю. Ну, послушаем. Обратите внимание на аккорды на левую руку. Скажем, быстро приду наступление сначала. Да. Самое простое. Темпику же будет? Да. Окей. Да. 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 Это было так здорово, что еле остановился. Мне хотелось продолжать. И два музыканта, два разных стиля. Теперь я предложу эту же тему сыграть как в стиле бустанова. Давай сделаем обратное движение ты начинаешь вступление да я покажешь мне где тему начинать это будет теперь босонал Продолжение следует... Я хочу еще раз напомнить, что то, что вы слышите, рождается всю минуту, и практически каждый раз, когда мы начинаем играть, мы вас приглашаем в гости, потому что мы с вами делимся своим багажом, богатством, своей фантазией, поэтому сейчас мы были практически в гостях у Саши, теперь поменяюсь местами, ты играешь тем, я играю в вступление, потом ты играешь тем. Музыка 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 Совпадение вкусовое, я еще раз говорю, тут можно говорить о технических возможностях, но это самое главное, это так, как в разговоре, либо мы разговариваем и слушаем друг друга, понимаем, нам интересно, и мы можем долго говорить и друг от друга заряжаться. Либо возникает иногда противоречие, и тогда музыканты не играют вместе, если не попробовали поиграть, что-то не получилось, такое тоже может, такое встречается, да. Не совпадение, как говорится, мы можем играть в одном темпе, но в разном времени находиться. Поэтому у аккомпаниатора важнейшее качество, чуткость и импровизационность, ну, естественно, весь этот багаж. Итак, я предлагаю сейчас сыграть известную тему «Опавшие осенние листья» Жозефа Косна. Мы можем сыграть это, как ты хочешь, в соль минулию или в лялое, или в соль. Потому что соль, ну, я сейчас играл в соль, а в другое, а в соль минулию. А где? Временной обычно. Мы играем в соль. Да, давай сейчас сыграем. Мы два раза, допустим, тему ты играешь, да? Значит, первый раз мы как бы в таком разряженном ритме, это будет страйд, а второй раз это будет свинг. Значит, тогда я играю аккомпанемент. Говорю. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Спасибо Не покидать чувство Что начинаешь так увлекаться Трудно останавливаться Появляются новые идеи И хочется их дальше играть С определенными усилиями Делаешь остановку Поскольку у нас сегодня семинар Значит Теперь я буду играть тему Ты играешь в штукление И два квадрата Желательно с изменением В эту структуру Как получится Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Чему-то обязательно учимся Какие-то идеи ты мне подбрасываешь Да, это замечательно Просто С хорошим музыкантом Нужно быть очень внимательным Потому что он может тебя увлекать Своими идеями Подбрасывать тебе Я могу сказать свое туда Да, пожалуйста Пожалуйста Про аккомпанемент Просто Давай Микрофон Просто я подумал Чтобы слышно было Да-да-да-да-да На большой опыт Хочу сказать, что Про аккомпанемент Сейчас было два разных движения Так я как музыкант Который был сейчас Со стороны солиста Который дал мелодию Компанемент И наоборот Когда я вел аккомпанемент И я хочу сказать, что Когда я веду аккомпанемент Я немножко навязываю Своё ощущение музыки Своё движение То есть я прям начал вести Как бы Александр заводится И начинает тоже Так играть Подключаются Подключаются Да Так назовём Да Вот И поэтому Когда я аккомпанирую Очень важно Ну вот ответственность В общем такая Да Ну Как бы немножко Как бы литв Да Должен всегда вести Немножко вперёд Немножко вот именно Я веду музыку Короче В этой ситуации Солист в данном случае Как украшение И если очень хороший аккомпанемент То и мелодия будет очень красива Это на случай Когда мы играли в другом стиле И вот когда Александр Например Меня аккомпанировал Я очень слушал Как он ведёт аккомпанемент И старался играть мелодию Если пацанова То помягче Если свинг То я начинал Более синкопированный Какой-то рисунок В мелодию вносить То есть Есть взаимное влияние Да То есть В общем Это и сейчас Мне это в голову Пришло Возможно Так и есть внутри Просто я сейчас словами Встал В общем Когда я веду аккомпанемент Я слушаю солиста Но я ведущий В этом случае Когда я играю мелодию Я прислушиваюсь Я купаюсь Как бы Вот нахожусь внутри Аккомпанемента Он мне должен обволакивать Чтобы и одна нотка Вот это звучало В окружении красивых Ритмов А Скажи ещё пожалуйста Вот Ты используешь Ну Мы оба играем пальцами Сейчас Да Ты как используешь Распределяешь Как-то Басовую партию В верхних голосах Вот так У тебя много Таких проходящих Красивой гармонии Таких прогрессий Интересных Или ты об этом Не задумываешься Какой для тебя Ориентир Собственной идеей Сейчас Надо теперь музыку В словах перенести Да Потому что Большой опыт И поэтому Многое выходит уже Из рук Уже автоматически То есть какие-то вещи Рождаются И сразу Как бы в руке Они звучат То есть ты уже Об этом задумываешься Но я для себя скажу Что для меня В аккомпанементе Всегда бас Это основа И я всегда Веду Любую линию Именно исходя Туда Куда бас У меня пойдёт То есть Грубо говоря Ну видимо Показать Ноты В опарших листях Да Есть Движение Да 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 По основной гармонии По такту Смена Гармония Да Да В данном случае Когда Я веду бас Ну то есть Это больше Сфинга Идет Шагающий бас И он должен У него есть Там Четыре Четверти Чтобы прийти В следующую гармонию Там Примерно Там Да Да И в данном случае То есть я иду Исходя из баса Я подстраиваю аккорд В данном случае Это идет еще из истории Я не знаю Я одно время Просто увлекся Играть гамму аккордами То есть Это у меня из этого идет Я просто Ну я на до мажоре могу Примерно показать Гамму аккордами И когда идет басовая линия Я мыслю Вот эти аккорды Как бы в тональности То есть Ну если До мажор И играю Да Да Понятно То есть мы находимся Все равно в этой тональности В этом аккорде Но Все время идет Прогрессия такая Да Как бы Я предлагаю сейчас Сделать такое Пришло Пришло в голову Пришла в голову Такая мысль Поскольку мы еще Находимся В этой теме Синих листьев Не тему играть А по 4 Такта Аккомпанемента Друг за другом По очереди По очереди Да Не по очереди Тема Не будет звучать Но она предположена Ну ее не будет Мы начнем сразу С соль миноры И туда дальше Я 4 Я хочу Чтобы я понял Где мне подхватывать Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше солисты играют Ровно по той же схеме И импровизация идет На два куплета Припев, куплет Потом другой солист меняется estão четырех частной формой Идет друг за дружкой До бесконечности Пока песня не закрутится Наверное это все произошло Когда из песен появилась инструментальная форма Там названия Квадрат Бридж И так далее Тогда БА что-то такое что-то да вот допустим мы должны с тобой сейчас выступил я буду играть начале тему берет их играть вступление на нам и ты говоришь на б а допустим будет все равно что-то примера предыдущего тюрьмы Классно. Можешь считать, что это была экстремальная ситуация, но именно здесь получились какие-то совершенно потрясающие идеи. Но это все рождается вместе. Я сейчас второй раз стать не сыграю, я как-то по-другому. Поэтому остается только потом прослушать записи, снимать тебя, снимать записи, как это получилось. Мне кажется, мы тут увлеклись игрой друг с другом, что, может быть, ребята не совсем играют в джазовую музыку, нужно очень понимать, откуда все это берется. Да, я хотел бы тебя... Ну, вот с импровизирует то, с импровизирует то, откуда взять, если человек не знает, он говорит, с импровизирует. Откуда он начнет импровизировать? То есть все равно есть очень понимание гармонии. Да. Гармонии и мелодии. Я знаю точно, как звучит мелодия, как она нотами звучит. Я знаю точные аккорды, и я делал какую-то компиляцию между одним и другим. Вот это интересно, может, ты поделишься, расскажешь, у тебя есть свои-свои подходы, звучит здорово. Ну, допустим, буквально, вот, как ты сыграл припев. Да. Буквально. Просто покажи, и, может быть, мы поймем, да. Ну, например, в припеве, там, начиная с гармонии, да, 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 гармония. Мелодия припев, вот, припев в этой песне, ну, в банджи, звучит так. Да, угу. Да, угу, да, да, да. Да, гармония где-то, да. Да. Вот, в данном случае, я, например, совместил мелодию с аккордами. То есть ты сейчас играл параллельно? Да, ну, есть разные возможности введения, если, на самом деле, есть такой аккорд, я его называю, кварт, как-то там аккорд, да, да, я просто, вот, один раз мы ему показали, я до сих пор не знаю, как это правильно его характеризовать, например, это просто визуально. Кварты. Кварты, да, да, да. Кварты, когда такой аккорд, аккорд строится просто кварт, и можно играть всю мелодию, это иногда будет очень звучать резко, потому что какие-то ноты могут быть фальшивыми, но это добавляет такой... Терпкости такой, да? Да, да, да. И, например, то есть я могу играть другую мелодию, я мыслю от верхнего голоса мелодию, ту, которую я хочу сыграть. Ну, дальше уже перемешиваю. То есть можно хроматизм... И есть ощущение, что ты остаешься в тональности. Да, но самое главное правило, которое я для себя, когда я тоже начинал, уяснил, ты можешь играть любые ноты, но закончить должен какой-то в одном из нот аккордов, в тоническом трезвучии. То есть притянуться всё-таки? Да, последний нот, да, последний нот должна быть правильной, если закончить на какой-то фальшивый нот, и все подумают, что ты... Да, 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 да. Промазал, да? Промазал, да. Вот. То есть джаз подозревает, что можно играть на самом деле все ноты, и главное вкусно их между собой распределить. Распределить, да? Распределить. Ага. Ну вот смотри, я бы, допустим, если мне нужно было сыграть вступление в риджи, то я бы играл... Я просто остался в том же движении. Ну, это свободное. Вот ты в свинге сыграл сразу, а если бы, допустим, мне сыграть свободно, то я бы свободно ещё больше разукрасил эту гармонию. Какие-то, то есть очень важное время, в котором ты играешь, да, если ты дал темп такой средний, у тебя есть такие вот блоки аккордов, которые ты используешь, а в свободном можно играть и каденции, и соединения, там, пассажи. Просто время. Да. Время расширяется, и есть возможность. Поэтому есть, как бы, свободное вступление, да, или ты сразу задаёшь, как говорится, тон и берёшь на себя вот это... Движение. Да, движение и даёшь уже идею для вступления. Потому что, если, допустим, я слышу такое вступление, то я уже не буду играть, я намеревался, допустим. Играть так. Я просто навязал свою... Ну, это, как говорится... Я просто даже не договаривал, что эту песню есть. Есть стихи у Маяковского «Мама, я прекрасно болен». Поэтому это хорошее навязывание, то есть иногда ты даже не обладаешь какой-то идеей, а тебе компаниатор может подкинуть такие мысли, но ты как раз в этом смысле человек щедрый. У тебя достаточно много идей. Ну, и в принципе у нас такая насыщенная информация получилась встреча. Я думаю, что мы сейчас с тобой могли бы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok